Добрый день, друзья! Второй урок по импровизации. И сегодня мы продолжим обсуждать гаммы, секвенции, которыми можно ускорить их изучение и сделать это более эффективным. И я хочу предложить вам несколько вариантов секвенции, которые помогут вам освоить тональности, гаммы, сделать вашу жизнь немножечко проще. В общем, хочу напомнить, что все секвенции, которые я показываю, нужно отрабатывать во всем диапазоне своего инструмента и во всех тональностях. Итак, первое это гамма по терциям с различными вариантами джазовой артикуляции. То есть на акцент на первую ноту, дадл, 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 либо акцент на вторую ноту. Звучит это вот так вот. Звучит это вот так вот. Можно менять направление этих секвенций так, как вам заблагорассудится, так, как вам покажется более интересным и удобным для вас. Вот такие вот есть варианты, например. Далее к этой терции можно приделать водный тон и звучать это будет следующим образом. Далее усложняем процесс и теперь играем гаммы по терциям. Вначале акцент на первую. Потом на третью. В этом упражнении также возможна смена направления движения. Потом на третью. Далее так же, как и в предыдущем упражнении, добавляем к этой треорке водный тон. И все то же самое необходимо сделать с квартолями и квинтолями. Водный тон с квартолями, водный тон с квинтолями. И все это сделать во всех тональностях. Это позволит вам хорошо владеть инструментом и чувствовать себя легко и свободно в любой тональности. Теперь я хочу рассказать о необходимости транскрибирования. То есть снимать и записывать на ноты или не записывать на ноты соло ваших любимых музыкантов. На мой взгляд, необходимо выбрать для себя одного или нескольких кумиров, которому вы будете подражать первое время вашего обучения. Это делать необходимо, потому что вы, грубо говоря, изучаете иностранный язык. Вы должны научиться говорить на нем фразы, предложения, говорить с правильной интонацией, с правильными акцентами. Поэтому транскрибирование необходимо, это одно из основных занятий для обучающегося джазовым импровизациям. Есть несколько техник транскрибирования. Они отличаются трудозатратами и затратами времени. Первое, наиболее простое и доступное для всех, это снимать соло и тут же записывать его на ноты. Так, за тактом снимать. Потом вам придется его учить. Желательно в нескольких тональностях. Лучше, конечно, во всех, но я понимаю, что это достаточно сложно. Поэтому лучше в нескольких тональностях это соло выучить. Второй способ. Не записывая на ноты, снимать соло прямо с инструментом. Играть с записью это соло. И постараться запомнить все соло целиком сразу. Это путь достаточно длинный по времени и трудозатратный. Но, на мой взгляд, он более продуктивный. Он дает больше результатов. И быстрее вы обучаетесь самому процессу импровизации. Потом можно для себя, например, это соло по памяти записать на ноты. Это развивает, во-первых, память. Во-вторых, это некий вариант сольфеджио. И, конечно же, необходимо снятые соло разбирать с точки зрения гармонии, фразы. Можно расчленять их на отдельные фразы, особенно вам понравившиеся, учить во всех тональностях. И учиться самостоятельно применять их в других местах с такой же гармонией. И, естественно, от количества снятых соло зависит ваше индивидуальное мастерство импровизатора и умение хорошо себя чувствовать в сложных гармонических оборотах. Что касается школ по импровизации и методикам по импровизации, я придерживаюсь методики Барри Харриса. У него есть замечательная школа. Вы с легкостью ее найдете на просторах интернета. На мой взгляд, она для начинающих, она наиболее доступным языком объясняет, что, почему, как и как находиться в правильной гармонии, как не ошибаться. Очень много там интересного. Я всем рекомендую посмотреть его мастер-классы, посмотреть его школу. Он до сих пор жив и проводит мастер-классы. В Европе они частенько бывают. Поэтому я всем рекомендую школу Барри Харриса по импровизации. Теперь давайте немножко поговорим о гармонической сетке, о самых простых вариантах гармонической сетки. Это блюз, блюзовая сетка, 12-тактовый блюз. Одна из самых простых и широко распространенных гармонических последовательностей. Барри Харрис предлагает следующий вариант ее использования. Вот как раз вы видите блюзовая сетка, блюзовая последовательность 12-тактов. И написаны гаммы, которые соответствуют этим аккордам. Звучит это следующим образом. И таким же образом надо поступать с любым джазовым стандартом. Гармоническую сетку, которого вы хотите выучить. Для разнообразия и усиления мозговой деятельности можно эти гаммы играть от 3-й, от 5-й и от 7-й ступени аккорда. Очень сильно развивает голову. Ну в общем всем удачи. Этого материала вам хватит надолго. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.